На подмогу в борьбе с коронавирусной инфекцией профессионалам приходят студенты-медики. Сейчас в стационарах Люберецкого округа работает 75 студентов. Что мотивирует молодых людей переступать границу красной зоны, узнавала наша съемочная группа. Очки защитные, либо защитный экран. И в конце мы одеваем вторую пару перчаток и в таком виде отправляемся в красную зону. Там, где без экипировки находиться строго запрещено, врач-стажер Константин Вельмякин вносит свой вклад в борьбу с главным врагом этого года. В красной зоне инфекционного стационара он помогает врачам, анестезиологам, реаниматологам. Сейчас у нас в стране такая эпидемическая обстановка, что врачей в принципе не хватает. Своим участием решил, так сказать, помочь и больницам. Это и хороший клинический опыт для себя. И в дальнейшем, я думаю, пригодится это все. Смена медицинской сестры Ангелины Кривобоковой начинается в 8 утра и длится сутки. В ее обязанностях уход за пациентами и работа по листу назначений. Студентка 6 курса Сеченовского университета говорит, что к жизни в таком формате привыкла еще весной. Немного изменилось представление о мире, о том, как все может быть устроено, о том, как может быть мир, то, что может быть какая-то изоляция, какие-то особые условия труда, это все интересный опыт, впечатляющий. Те, кто работают в красной зоне, проживают в специальном обсерваторе. Встречи с родными и близкими только в режиме видеосвязи. О том, когда закончится практика и возобновится полноценная учеба, Константин и Ангелина пока не знают. Новый год они будут встречать с коллегами. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.